Приветствую вас и давайте будем с вами исходить из того, что факт развода, он случился. То есть вы не смогли похоронить свои отношения. Поскольку вы сказали, что год назад с вами это произошло, значит, в течение этого года вы пытались смириться с тем, что вашего мужа больше с вами рядом нет. И вот не получилось это сделать. Значит, что-то мешает. Вот, давайте попробуем с вами как раз и подумать о том, что же вам мешает. То есть, образно говоря, какие могли бы быть причины, какие бы могли быть обстоятельства, позволяющие свидетельствовать о том или подтверждать то, что жизнь ваша вместе невозможна. Я думаю, что с вашей стороны, ведь вы дали согласие на развод, правильно? И из вашего сообщения не вытекает однозначно, что были вы против развода или нет. Я думаю, что в любом случае, если вы не можете отпустить его парально, то у вас в нем есть потребности. Вот, вот из этой потребности мы с вами и будем исходить. Если мужчину вы любите, или любили, или любите, то, наверное, желаете ему счастья. Если так, то то, что он сделал, является его выбором. Он так счастливее, ему так хорошо, ему так спокойнее на данный момент. И он находится в гармонии. Давайте вспомним причины, по которым вы развились. Чтобы отпустить человека комарами, нужно для начала прийти к истокам. А истоки – это причины. Причины, почему вы развились. Дело в том, что после 20 лет совместной жизни, к разводу вот так просто не приходят. Это осознанно, уверенное желание, по крайней мере, с его стороны. Вот и давайте попробуем подумать для начала. Какие были причины вашего развода? Какие такие непримиримые разногласия привели к тому, что вы больше с ними вместе? Ну, вспомнить эти разногласия, я надеюсь, предание составит. Сделать из них вывод, кто в большей степени ответственен за распад вашей семьи, наверное, нельзя. Потому что каждый из вас по-своему внес вклад в то, что произошло. Основная проблема – это что вы не можете его отпустить. То есть у вас есть в нем потребность. Вот эту потребность и нужно раскрыть. Как только вы, во-первых, вообще говоря, просите себя, а вот как, ну вообще, вот как жить дальше, да? Как, скажем, налаживать, налаживать свою жизнь теперь? Как вообще строить свою судьбу? Как только вы спросите себя, что вы хотите для своего мужа, что вы хотите для самой себя и так далее. Как только вы это спросите, ну, я думаю, что вам станет более понятно будущее, ваше будущее и будущее ваше совместное. Вот, открыл я ваш вопрос относительно того, что вы учли от мужа вас лобового терпения. Как вы сказали, здесь мужчина лоб употреблял алкоголем, и это мешало вам жить. Соответственно, в этом случае я вам хочу задать вопрос. То, что мужчина лоб употреблял алкоголем, имело свои причины? То есть мужчина ведь почему-то лоб употреблял и что-то его доставляло. Если вы вновь сойдетесь, то мужчина опять будет потреблять алкоголь. При наличии тех же обстоятельств для начала вам нужно выявить причину, по которой он выпивал. Выпивал настолько сильно, что вы от него ушите. Далее. Нужно желание мужчины прекращать выпивать. Если этого желания нет, то, соответственно, ничего и не изменится у вас. Он как выпивал, так и будет выпивать. А значит, все пойдет по кругу. В своих других вопросах вы спрашиваете о том, будет ли с вами надежнее мужчина. Так вот, мужчина, который выпивает, выпивает, да? Это, как вы верно заметили, человек ненадежный, потому что он выпивает. Я думаю, вам нужно будет вспомнить причины, по которым вы от него ушли. Ведь получается так, что вы ушли от мужчины. А он не захотел ничего менять. Он не захотел как-то улучшить свое отношение к вам, к детям, в целом к семье. И вместо этого просто выбрал уйти. И возникает во всей этой ситуации вопрос. То есть, получается, что мужчина не испытывает сколько-нибудь периодной потребности в том, чтобы бросать пить. Чтобы переставать пить. Мужчина-то не хочет останавливаться. Возникает тогда вопрос. А если мужчина не хочет останавливаться, то тогда, где вы, получается, если с ним будете вновь, да, вместе, то это будет означать, что вы вновь наступите на те же грабли. Вы вновь столкнетесь с теми же проблемами, что у вас уже были. И вы готовы. Если вы не можете его отпустить, значит, вы готовы с этими проблемами столкнуться. Вы надеетесь, что он будет по-другому вести себя. Надеетесь, почему? Либо, а вы боитесь остаться одной, либо, мы отслыхаем мусора, не смотря на то, что он доставлял вам дискомфорт, не смотря на то, что он выпивал и существенно портил вам жизнь, вы от него что-то получали. Вот этот момент, то, что вы от него получали, нужно понять, осознать, получить понятие, что вы получали от него. Счастливую семейную жизнь вряд ли. Если бы было счастливой семейной жизнью, вы бы не ревелились. А что-то еще? Что еще? Поддержку, может быть, помощь. Но это то, чего вам сейчас получается, не хватает. Может быть, просто тепло или попребность мыши. Но если у вас есть попребность мыши, и вы ее чувствуете, то нужен другой, который смог бы удовлетворить вашей попребности, который смог бы делать то, и заниматься тем, что нужно вам, а не какими-то вещами, которые вредят вашей семье. соответственно, я думаю, что для начала нужно определить критерии, по которым вы определяете на своего мужчину. Во-вторых, нужно понять, что вам нужно для того, чтобы построить отношения вообще с мужчинами. впрочем, наверное, нужно как-то корректировать ваше поведение относительно того, вот, как вы выстраиваете взаимодействие с мужчиной. Потому что злоупотребление алкоголем, оно происходит, ну, не сказать, чтобы именно из-за, по причине, но во многом благодаря попустительскому отношению с женщиной. То есть вы закрывали глаза на данную проблему, вы с ней мирились и мужчина вот так вот себя вел. Если бы вы сразу высказали, вот прям вот в начале, да, высказали, что вот для вас неприемлемо там употребление алкоголя прям сразу, то, возможно, вы бы и не терпели бы в течение какого-то времени такое поведение. Возможно, вам было бы легче. То есть здесь нужно все-таки более детально разбирать. Ну и разбирать ситуацию. Но если вы видите какие-то блоки на пути к новым отношениям, ну, конечно же, носит права подобрать старое, отпустить старое. Для этого нужно проработать обиду. Чтобы проработать обиду, нужно понять, почему мужчина поступал так или иначе. Лучше поймете его, смотрите, перестать обижаться и, возможно, тогда начнете опускать морально человека. Сможете наконец-таки позволить ему жить своей жизнью в полном смысле этого слова о себе своей. То есть вас к нему что-то тянет. И вот можно понять, что именно, почему и тянет. А далее грамотно, адекватно, без аффективного налета, потому что вот вы остались одна, и вам кажется, что вы так и найдете себе мужчину, да? И ваш муж, бывший муж смузи пропадет. Не кажется вам таким уж плохим вариантом, потому что вы одна. Но если вы будете чувствовать в себе силы, возможности встретить другого, более сильного, настоящего мужчину, то у вас и иногда в вашем муж смузи пропадет. Складывается у меня такое решение, что у вашей проблеме есть два решения. Первое решение это попытка помочь вам все-таки прийти к определенному согласию. Сначала с вами. Могу быть потом с ней. Но здесь зависит от того, чего он хочет. И чего хотите вы. И с другой стороны это ваше личное освобождение от него, осознание потребностей, проработка их и устранение блоков построения новых отношений. Я думаю, что именно так вам можно помочь. Как вы будете это делать снасоятельной разбираться или с помощью специалиста решать вам. А я надеюсь, что помог. Если какие-то дополнительные вопросы остались, прочитайте свою личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. удачи. Удачи! Удачи!